Образ для лабораторных работ виртуальной машины распространяется в формате OVA. Это переносимый формат. Давайте мы его инсталируем и посмотрим, как с ним работать. VirtualBox. Давайте. Тут у меня не обращать другие машины. Импорт конфигурации. Выбираем. Вот у нас наш скачанный файл. Источник локальная файлась тема. Тут формально еще из Oracle Cloud можно загружать. Давайте мы сгенерируем новые MAC-адреса для всех адаптеров. Импортируем жесткий диск, как VDI. Это родной формат для VirtualBox. И куда будем ставить? Я ставлю в каталог. Ну, у меня такой каталог для виртуальных машин. WarVM. Нажимаем импорт. Конфигурация не заверена, потому что она не подписана. Ключом. В принципе, это и не нужно нам. Оперативная память по умолчанию 2 ГБ. Возможно, вам понадобится больше. Это вы в настройках сможете поменять. Насколько он все. Импортировался. Тут главное распаковать этот имидж и преобразовать в VDI. Давайте мы его запустим. Стоят уже драйвера для VirtualBox. Так что, думаю, что если вы захотите обновлять систему, вы можете установить новое дро, но тогда вам нужно будет переставить драйвера для VirtualBox. Значит, вот мы сразу ладенемся. Вот тут у нас пароль рутовый. А что у нас тут есть? OpenModelica. Вот. Skylab. Приключаются языки вот тут. Skylab у нас запустится. Запустился. Тут у нас у Skylab XCOS. В котором опять вы можете работать. Тут у нас help у Skylab. Например, построение графиков. Вот такие-таки девочки. Что у нас тут дальше стоит? Давайте консоль запустим. У нас стоит NS. Нет скрипта, он не запускается. Соответственно, для рисования у нас XCraft. Тоже без силы не запустится. И Gnoplot. Далее у нас Gpss. Gpss, вот. Gpss World Student Edition. И CPN Tools. Вот CPN Tools выпускается. Ну вот, пожалуй, и все, что тут у нас есть. Теперь давайте подключим хостовые машины, чтобы обмениться файлами. Для этого я сделал каталог вебокс. И в этот каталог будем подключать. Для этого выберем вот тут вот. У нас погашено, нет общих папок написано. Общие папки создадим. Настроить общие папки. Папки машины. Добавить. Убираете папку, с которой будете работать. Ну, я давайте домашнюю свою выберу. Назову эту папку вебокс. Стандартизация. Точка подключения. Слэш вебокс. Я этот каталог сделал. Папка постоянная. И автоподключение папки. Вот она, папки машины. Это значит, постоянная папка. И автоподключение, да. Давайте теперь перегрузим машину. Вот мы загрузились. Наша консолька. Мц я запустил. И вот у нас папка вебокс. И вот вебокс, то вот мой домашний каталог. Или тот каталог, который вы подключите. Соответственно, вы можете копировать файлы туда и обратно. И работать с ними. Ну, вот, пожалуй, и вся информация. Естественно, все это у вас сохранится. Вот они, папка сохранилась. Если вы хотите удалить, вот тут удалить. Убранную папку. Ну, все, пожалуй. Вы теперь можете проводить лабораторные работы в этом образе. Всему. Субтитры сделал DimaTorzok